Продолжается наш прямой утренний эфир. Друзья, кто с нами уже не первый час, знает, что мы уже подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу и как и где это сделать. Ну а сейчас я предлагаю поговорить непосредственно о школьной форме. Поэтому приветствую в нашей утренней студии начальника управления координации развития швейной и трикотажной отрасли концерна Беллэхпрома Анастасия Кутищева. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, с чем же вы подошли к новому учебному году? Вообще сколько существует вариантов или моделей одежды для школьников в новом учебном году? К новому учебному году предприятия-производители одежды для учащихся, опираясь на опыт прошлых лет и следуя пословице «Готовься они летом, телегу зимой» заблаговременно подошли к разработке новой концепции к школьной одежде. И поэтому на сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что мы с этой задачей справились успешно. В настоящий момент на прилавках магазинов находится произведено и отгружено более миллиона швейных и трикотажных изделий. И все это сделано силами 30 предприятий республики. Это внушительный результат и я считаю, что он выполнен успешно. И всем хватит? Абсолютно. Мы будем на это надеяться. А вот что касается ассортимента, насколько он изменился в этом году и, возможно, появились какие-то новые модели или от чего-то решили отказаться, что, скажем, не пользовалась популярностью в прошлые годы? Обновляемость ассортимента происходит ежегодно. Прежде всего, это связано с направлениями тенденций в моде, новыми трендами в детской одежде. В этом году обновляемость составила порядка 70% от запланированного объема. И очень популярна в этом сезоне деловой стил одежды, изготовленной из трикотажных полотен. Это обеспечивает комфортность, удобство использования на протяжении всего рабочего учебного процесса. Рабочего, вы все правильно сказали. Да, да, да. Вы говорите, это комфортно, но наверняка знаете это, потому что были подобные отзывы от родителей, учащихся. Вообще, на самом деле, такая обратная связь существует. Учитываете пожелания? Конечно, безусловно. Пожелания родителей, я сама, как мама, знаю, насколько важно родителям, чтобы их предпочтения были учтены. Поэтому в этом году Министерство образования провело анкетирование с учетом результатов данного анкетирования. Предприятия-производители составили свою производственную программу. И удовлетворенность была выполнена на 100%. Наиболее востребованный ассортимент это жилеты. Их предпочтение жилетам отдано было более 65%. Как обязательный школьный элемент одежды. Обязательный элемент, да. И в этом году производство школьных жилетов увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Вот такой вот популярный элемент одежды. Вот вы сказали, что ассортимент изменился плюс-минус на 70%. А вот в целом, как вообще коллекции разрабатываются, если взять от момента раскройки, это так, наверное, правильно называется, и уже до того момента, когда вещи висят в магазине? Возможно, для некоторых я открою секрет, когда скажу, что от момента эскизов и закупки сырья, материалов и комплектующих до момента появления на прилавке проходит до 6 месяцев. То есть получается, вы один сезон, скажем, отработали и сразу же продолжаете? Наверное. Работает большая команда профессионалов, начинают художников-модельеров, дизайнеров, технологов. Разрабатывается образец-эталон, дальше он проходит множество стадий согласования, в том числе с представителями торговли, с министерствами образования. И в дальнейшем запускается массовое производство уже в увеличенном объеме, согласно заявкам торговли. Я вот сегодня никак не могу оставить в покое тему того, что у нас деловой стиль одежды теперь будет выполнен в трикотаже. Это значит, мы говорим о том, что одежда должна быть удобной, это мы поняли. Но с другой стороны, я думаю, что все родители считают, что эта одежда должна быть еще и носибельной. Да, особенно носибельной маленькими детьми, которые там пробежали, там где-то задели, чтобы она не рвалась, переживала стирки. И как вот это вот все учитывается? Да, это сложная задача. Еще, как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел. Но я могу с уверенностью сказать, что наши предприятия справились с этой сложной задачей. В основном благодаря сочетанию, оптимальному сочетанию сырьевого состава натуральных волокон и синтетических. В диапазоне 35-45% вложения натуральных волокон обеспечивает такие необходимые параметры, как воздухопроницаемость и гигроскопичность, которые сохраняют безопасность использования одежды. А наличие синтетических волокон сохраняет форму устойчивости изделия, удобство в эксплуатации и уходе, многократных стирках и носке. То есть можно быть уверенным в том, что на учебный год точно хватит комплекта одежды. А вот, как мы уже тоже успели поговорить, что жилетки в прошлом году просто били все рекорды продаж. В этом году они тоже остаются в топе. Но какие еще элементы одежды будут популярны вот в этом новом сезоне 23-24? Наряду с жилетами свою популярность увеличивают брюки для девочек и для мальчиков. В данном сезоне для девочек актуальны и популярны брюки с завышенной талией. И в отличие от прошлых сезонов они приобретают широкий силуэт, либо свободный крой. Для мальчиков это очень актуальные брюки классические со стрелкой, с возможностью регулирования по линии талии на любой объем и полноту. Что удобно. Можно будет хорошо поесть в школьной столовой и немножечко расслабить ремешок. Нет, на самом деле вот эта вот история про брюки с завышенной талией, широкого кроя, она подтверждает, я не побоюсь этого слова, мировые тренды. Потому что то, что мы когда-то видим там на блогерах, инфлюенсерах, дальше на звездах, потом попадают в магазины, и не только в магазины, но и даже в школы. Потому что школьницы тоже хотят быть модными. И я их в этом вопросе понимаю. Анастасия, давайте мы сейчас дадим парочку советов родителям, на что обратить внимание вообще, как подойти к выбору комплекта школьной формы. Какие элементы должны быть, что проверить, может какие-то строчки, я не знаю, внутреннюю часть, подкладку. Есть же лайфхаки наверняка. Прежде всего, я настоятельно рекомендую подбирать одежду согласно размерным признакам на ребенка, чтобы обеспечить удобство, легкость, не скованность движений и свободу перемещения ребенка в процессе учебного дня. Помимо этого, необходимо соблюдать температурный режим. В качестве соблюдения я рекомендую наличие двух образов на весенний сезон и на осенний-зимний сезон. Ну и, конечно же, наличие вложения натуральных волокон в составе тканей и трикотажных полотен тоже очень важно. Хочу заметить, что в этом году совместно с Министерством образования и Мартом разработан дополнительный навесной ярлык. Вот он у меня есть. Изделия, замаркированные этим навесным ярлыком, соответствуют всем требованиям эстетических, гигиенических, эргонометрических требований, предъявляемых к одежде делового стиля и рекомендованы как одежда для школы. А я предлагаю не только предметно поговорить, но и наглядно посмотреть, все-таки, как будет выглядеть форма в будущем сезоне. И у нас даже есть модели. Давайте приглашать их в студию. Наши ребята уже потихонечку появляются. Идемте к нам, проходите. В нашей студии первая модель. Пожалуйста, мы ждем. Анастасия, пожалуйста. Да, это наиболее популярный образ, представленный на молодом человеке. Жилетка выполнена из трикотажного полотна темно-синего цвета. Наиболее востребованный и ходовой ассортимент. Брюки из поливискозной ткани, классические со стрелкой. Весь комплект, базовый комплект, дополняется белой сорочкой из хлопковой ткани. Те самые высокие посадки, о которых говорили выше, здесь присутствуют? Комфортно будет нам в школе? Абсолютно комфортно, удобно. Изделия соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемых детской одежде. Можно будет съесть лишнюю смаженку. Переходим к девчонкам. Тогда давайте посмотрим, в чем же наши девочки, первоклассницы, могут появиться на линейке. Данный образ очень тоже популярный среди деток и девочек младшей школьной группы. Представлен сарафан из трикотажного полотна. Белая дополнительная рюш впереди. Создает элегантный нарядный образ. Комплект дополнен джемпером из трикотажного полотна со стойкой. Его можно заменять на блузку хлопковую, либо белую, либо светло-голубую. В соответствии с цветом блузки можно подбирать гольфы, либо колготки в цвет. И вот, кстати, есть обязательный школьный элемент – жилетка. Можно смело надевать на такой сарафан. Абсолютно верно. Хотим увидеть, в чем же могут прийти на линейку ребят постарше. Мы ждем нашу следующую модель в студии. Расскажите нам, Анастасия, что у нас в молодом студии. Данный образ выполнен и представлен в виде джемпера из трикотажного полотна. В народе называемый бомбером. Это тоже наиболее удобный элемент одежды для школы. Низ дополнен теми самыми популярными брюками для мальчиков из поливискозной ткани с регулировкой по линии талии. Я бы, кстати, обратила внимание на обувь. Не туфли допустимы ли в учебном заведении? Это вот так вот я кеды назвала. Ну, не будем таить, что каждый из нас предпочитает все-таки даже на работу и в официальной встрече носить обувь спортивного направления. Самое главное, чтобы она соответствовала анатомической форме стопы детской и была безопасна в использовании. Нашему ученику нравится, а мы приглашаем следующего. Следующая модель появляется уже в нашей студии. Анастасия, мы ждем ваши комментарии. Данный образ представлен в виде сарафана, который возможно за счет снятия бретелей превращать в юбку. В данной модели сочетание трикотажного и полотна и ткани поливискозной в клетку. Это тоже популярная востребованная модель, которая позволяет ребенку расти и за счет изменения уровня прикрепления бретелек создавать образ элегантной леди, красивой и достойной. Это здесь точно получилось. Еще хотим увидеть один образ и услышать ваши комментарии. Итак, пожалуйста. Данный образ, хочу отметить, что он подходит как для девушек старших классов, так вполне может быть и применен в качестве делового стиля одежды для учителя. Представлен в виде сарафана и блузки из стопроцентной вискозы, которая создает комфорт в носке, ощущение прохлады и удобства в использовании. За счет пояса в области талии можно тоже регулировать на любую полноту и любой размер. И вот тут можно задать буквально один вопрос нашим моделям. Ребята, если вам нравится, давайте дружнокласс покажем на камеру. Вот если форма вам нравится и полностью устраивает, и комфортно в ней. Вот, в общем, наши модели оценили. Да, действительно, мне еще хочется от себя добавить. Знаете, очень хочется снова в школу. Вот нас так в нашем детстве не одевали, когда мы ходили в школу. Ребят, спасибо вам большое, Анастасия. Благодарим и вас также. Теперь мы точно знаем, в чем же 1 сентября отправиться в школу, чтобы было и удобно, и комфортно.